Добрый утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Собственно, как и всегда, традиционно в 9.30 по московскому времени мы с вами анализируем события минувшей торговой сессии, а также смотрим на те отчеты, которые впереди. Сегодня мы, конечно же, подводим итоги двухдневного заседания американского регулятора. Изначально, не то чтобы даже на этой неделе, уже давно мы ориентировались на это событие, потому что политика американского регулятора, так же, как и политика любого регулятора, влияет на национальную валюту. В данном случае мы говорим о влиянии Федрезерва на доллар. Поскольку наша основная задача заключается в том, чтобы выявить на рынке основные тенденции, безусловно, мы хотим понять, что может произойти с долларом в забегах на длинной дистанции. Поэтому и ждали заседания Федрезерва сентябрьское, ждали фактические решения, прогнозы по дальнейшему экономическому росту и изменению ряда ключевых параметров. Потому что, зная, как прогрессирует экономика, что с ней происходит, мы, безусловно, можем понять о том, какие нас, в принципе, еще ждут решения по процентным ставкам до конца этого года. Забегая вперед, мы сейчас вернемся к непосредственно американскому фундаменту и детально поговорим о пресс-конференции, о протоколах, точнее, лучше сказать, о тезисах сопроводительного заявления. Но я думаю, что для тех из вас, друзья, трейдеров, кто вместе со мной, собственно, ждал определенный исход заседания американского регулятора, вы знаете, что дорожная карта, она осталась, в принципе, прежней для Федрезерва. Американский регулятор полон оптимизма, и это закладывается буквально во все ориентиры макроэкономических ключевых показателей. Мы видим то, что тенденции там роста выдерживаются, и это, конечно же, позволяет нам говорить о том, что наш с вами расчет, которого мы придерживались еще даже в начале 2018 года, о том, что неминуемое повышение ставок в сентябре и в декабре, этот расчет оправдан. Сегодняшний день очень интересен для доллара, потому что сегодня такое редкое событие, когда очень много отчетов сразу же собрано в одну торговую сессию и посвящены, собственно, американской экономике. Обычно такие серьезные релизы, как годовые темпы экономического роста, индекс расходов на личное потребление, заказан товар длительного пользования, они размываются в рамках недели, и у нас есть возможность с вами поработать там с каждым из этих отчетов по отдельности и оценить, насколько этот релиз вносит очевидный, ощутимый, явный вклад в, собственно, экономику в целом и в динамику доллара. Но вот сегодня у нас несколько запутанная ситуация будет, потому что все эти отчеты выйдут в одно и то же время, в 15.30 по московскому времени. Мы с вами вынуждены будем гадать, какой из релизов в целом имеет большее влияние на доллар, и какой из этих релизов мы должны все-таки взять за основу нашего с вами дальнейшего расчета того, что будет с американской валютой. Помимо целого блока, кучи статистики по штатам, напоминаю, в 15.30 по московскому времени она будет опубликована, ждем сегодня ряд крутых пресс-конференций, никаких-то отдельных взятых чиновников, а руководителей сразу Федрезерова снова, Банка Англии, то есть руководителя Марка Карни, и выступление конференции Стивена Полоза, который возглавляет канадские регуляторы. Все эти регуляторы для нас традиционны в центре внимания, потому что мы спекулируем и фунтом, и канадцем, канадской валютой, и долларом. Карни выступает в 17.00 по московскому времени, дальше у нас в 23.30 ждут отдельные комментарии Джерома Павла, хотя, наверное, вряд ли его сегодняшняя конференция привнесет что-то новое в динамику доллара, потому что, конечно же, все, что он должен был сказать, и все, что ему хотелось сказать, было сказано в рамках вчерашней ответственной пресс-конференции, за которой следили все. И замыкать не то чтобы день, это уже, скажем, ранняя азиатская сессия о пятнице, 0.00 часов 45 минут, это выступление Стивена Полоза. Думаю, что сейчас оно будет очень интересно, потому что у нас несколько изменился новостной фон, который связан с тематикой нафта, и мы вот с вами уже две недели не возвращаемся к теме перспективы повышения процентной ставки в рамках Канады. Она нам ой как нужна, потому что сейчас доллар канадец оказался снова выше отметки 1.30. Конечно же, верить в положительный исход по нафту, верить в то, что трейдеры будут больше внимания обращать на потенциальные изменения процентных ставок, становится все труднее и труднее. Ну, я думаю, друзья, вы понимаете, с чем это связано и в целом сейчас, что я имею в виду. Мы находимся в коротких позициях, ну, по крайней мере, я покупаю, собственно, канадца и продаваю доллара. Но на текущий момент эти позиции далеки, собственно, от идеальной реализации, потому что для многих был своего рода уровень катапульта, это отметка 1.30, к сожалению, мы оказались выше, я пока что держу короткие позиции, потому что, собственно, со ссылкой на вчерашние комментарии уже на представителей торговой палаты Соединенных Штатов Америки и немножко даже со ссылкой на комментарии Трампа, потому что, как вы знаете, он отказался встречаться с господином Трюдо по причине жесткой позиции. Ну, хорошо, это немножко неправильное слово, по причине того, что Канада якобы никак не идет на уступки. С одной стороны, это большой риск, связанный с тем, что в итоге Канада окажется вне вот этого всемиромеканского торгового альянса, вне НАФТО. Но, с другой стороны, я вижу здесь позитив, поскольку сейчас уже все меньше времени растекаться по древу и уходить вот эти постоянные, неопределенные по срокам обсуждения торговые переговоры. Собственно, представители торговых властей США вчера четко дали понять, что до конца этого месяца фактически... Я сделал вывод, друзья, о том, что до конца этого месяца, тут остается всего лишь практически несколько дней, будут более-менее конкретные новости по тому, где же все-таки окажется Канада в рамках вот этого нового обновленного торгового альянса. И, как вы наверняка помните и знаете, моя позиция в отношении членства Канады в рамках НАФТО остается исключительно позитивной, потому что я верю, даже несмотря на такие отдельные заявления, очень немного обещающие в положительном толке Трампа, несмотря на них, все-таки удастся договориться. И в последний, в самый последний момент эти новости придут на рынок. И, конечно же, это супер сценарий, конечно же, поведение доллара против канадца. Но если он будет реализован, действительно движение будет серьезным, потому что рынок сейчас полон негативных новостей, определенного фокуса внимания. И перезагрузка вот этих рынчанных настроений с разворотом уже на оппозитив может стать причиной движения больше, чем на 2-3 фигуры для канадцев. Как раз это движение и хочется поймать. Теперь давайте подробнее по основным инструментам. Нефтянка только начала корректироваться. Закрыли мы день на отрицательную территорию 80-72. И вот сегодня снова продолжается ралли 81-54. Собственно, почему нефть просела в рамках вчерашних торгов? Все это следствие правительственных данных по запасам нефти США от администрации энергетической информации. Наш с вами расчет на то, что осенний сезон, новая тенденция больше, предполагающая и определяющая рост запасов, пока что оправдался. Цикл из пяти недель подряд, когда запасы снижались, практически завершен. По итогам вчерашнего отчета стало ясно, что запасы выросли практически на 2 миллиона обарли. Все это является следствием более низкой загрузки производственных мощностей. Ну и если уж порассуждать дальше, это все как раз, друзья, признак, сигнал того, что мы какое-то время будем работать с вами с зарождением новой тенденции, связанной с тем, что запасы преимущественно будут накапливаться. Это хорошо, потому что в последние недели как раз запасы и факт снижения емкости нефти приводило к поддержке для оцен на нефть. Хотя нефть и без того пользовалась поддержка отдельных, опять же, заявлений представителей Саудской Аравии и других стран ближневосточного картеля. Сейчас, по крайней мере, статистика уже на стороне продавцов. Главное, чтобы тенденция была опродолжена. Может быть фактором снижения цен на нефть, опять же, выскупили все-таки отголоски. Заявлений, комментариев, критики, обвинений, как угодно можно назвать. Трампа, ООН в адрес ОПЕК, связанные с тем, что они манипулируют ценами. Вопрос, который волнует очень многих. Каким образом Трамп собирается повлиять на цену на нефть? Помните, что заявление, которое дополняло критику, предполагало, что либо США, опять же, будут воздействовать на страны ОПЕК, которые не пытаются слышать американского президента и по-прежнему тащат котировки вверх. Либо все-таки Трампа будет влиять не на страны ОПЕК, а попробуют прибегнуть к другим инструментам, которые смогут привести к снижению цен на углеводороды. Нужна ли нефть Америке более дешевая? Нефть, я считаю, что нужна. Мы, кстати, говорили об этом в начале недели, можете пересмотреть брифинги. Там пришли к выводу о том, что ноги могут расти даже из скорых промежуточных выборов. И на том, что Трамп, конечно же, сейчас очень сильно пекется о настроениях будущего электората, о настроениях потребителей и настроениях американских домохозяйств, которые напрямую зависят от того, на каком уровне находятся цены на топливо. Инструменты воздействия. Либо Трамп может раскупать стратегические резервы как альтернатива, либо Трамп может смягчить позицию по Ирану. Хотя вот второй сценарий менее реален, потому что, собственно, в ООН Трамп еще раз подчеркнул, что жесткая позиция в отношении Тегерана будет сохранена и дальше. Но мы с вами понимаем, что, пожалуй, намек на то, что санкции в отношении энергетического сектора будут не такими жесткими, как раньше предполагалось, этого будет более чем достаточно, чтобы резко развернуть цены на нефть. Для медведей, друзья, есть еще одна возможность сейчас дождаться коррекции. Ну, во-первых, это коррекция по факту уже прошедшего бычьего ралли, которая предполагает все-таки неизбежное, не то чтобы принудительное, но все же закрытие ордеров перед теми же самыми выходными. Я думаю, что рынок реально нужно разгружать. Очень сильно и высоко мы забрались. И при этом, если покопаться, опять же, в новостном фоне прошлых дней, которые стали катализатором котировок нефти, все там будет все равно сходиться на Иране. О том, что недопоставки со стороны этого региона, в конце концов, обликут мировой экономикой на состояние дефицита. Ну, я надеюсь, друзья, то, что вы понимаете, что проблема не так уж и остра, как кажется. И в целом Иран вряд ли может вверхнуть мировую экономику в состояние, которое будет связано с нехваткой, опять же, предложения для удовлетворения будущего спроса. По нефтянке продолжаем ориентироваться с точки зрения продаж. Собственно, пятница уже не за горами. Возможно, как я уже отметил из-за эффекта пятницы, мы сможем увидеть откат и, собственно, закрепление ниже 80 долларов за баррель. Но то, что на таком пике сейчас рынок будет нервничать, и, собственно, и покупатели, и продавцы, очевидно. Я думаю, что, в конце концов, волатильность на ифтянке будет оставаться довольно серьезной и существенной. Доллар японская, иена. Что можно сказать уже по факту прошедшего заседания американского регулятора и того, что мы слышали? Ну, я думаю, что повторять тезисно то же самое, что мы разбирали месяц назад, два месяца назад, не имеет значения. Но отдельное заявление все-таки выделю. То, что риски для экономики остаются сбалансированные решения по росту процентных ставок на 25 байсных пунктов, как и ожидалось, было принято единогласно. Все без исключения согласно с очевидным прогрессом в области инфляционного давления, в области, которая связана с рынком труда, все сектора американской экономики поддерживают экономический рост. И благодаря, собственно, такому вкладу потребителей, потребители чувствуют себя замечательно. Это демонстрируют индексы потребительских настроений по штатам. Мы их с вами регулярно анализируем. Это отголоски, опять же, реформ Трампа. Это все следствие возможности без каких-либо трудностей найти работу. Ну и, разумеется, постоянный рост заработных вклад, который сейчас по медиане остается на высоких значениях. И поэтому домохозяйство оказывает самый большой вклад в экономический рост. Мы видели это по последним данным квартальным по экономическому восстановлению. И благодаря такой статистике Федрезерв принял решение пересмотреть прогнозы роста на 2018 год с 2,8 до 3,1%. Это очень важный сигнал, который доказывает то, что американский регулятор сохранит траекторию роста процентных ставок. Мы с вами ориентируемся на декабрьское повышение ставок теперь. И, собственно, после вчерашних комментариев от Федрезерова непосредственно и лично от Джерома Пауэлла, вероятность повышения ставки выросла на 5% до 80%. Если сегодня статистика не разочарует, напоминаю, что мы ждем с вами сразу заявки на последние годовые данные по ВВП, с расходов на личное потребление и заказан товар длительного пользования. Если эти отчеты не разочаруют, то вероятность декабрьского повышения процентной ставки будет расти и окажется уже выше 85%. Соответственно, друзья, для того, чтобы проявлять активность сейчас по паре доллар-иена, мы с вами ждали возможности купить доллар, если он будет дешевле. Решили сначала проанализировать со стороны заседание Федрезерова, чтобы не оказаться в пиле на финансовом рынке. Сейчас я вижу довольно стойкое сопротивление, которое находится чуть выше уровня 113. Поэтому, на мой взгляд, для того, чтобы у нас было четкое понимание, что американская валюта будет дальше расти, нам нужно оказаться выше отметки 113.20. И уже если на этом уровне снова продавцы не перехватят инициативу, станет ясно, что мы входим в новую фазу роста доллара. Поэтому сейчас котировки 112.70 до этого уровня практически 50 пунктов, давайте подождем, если этот уровень падет, соответственно, смело занимаем длинные позиции. Это для тех, друзья, кто все-таки еще временен с торговлей долларом и не верил в американцев. Хотя, знаю, в том числе и по вашим комментариям, друзья, многие из вас уже доллар покупают и довольно давно, и всех интересует, как быстро мы доберемся до показателя, до уровня 115 иен за доллар. Я думаю, что осталось совсем чуть-чуть. Евро против доллара. Снова мы, можно сказать, протестировали отметку 1.18, и в очередной раз этот уровень удержался. Сейчас мы находимся ниже 1.17.45. Сразу, друзья, новость с молнией. Это новость, которая буквально несколько минут. В частности, мы с вами в четверг ориентировались на то, что Италия представит проект по бюджету. Казалось, что не так все и просто. Сколько у них времени было, в итоге все равно не хватило. Итальянское правительство несколько минут назад сделало заявление о том, что по-прежнему очень серьезные расхождения в позиции относительно целевого уровня дефицита. Поэтому обещанного проекта бюджета, скорее всего, сегодня мы не увидим. Это в моменте привело к ослаблению европейской валюты, хотя евро сейчас отыгрывается. Но я все равно уверен, что итальянская тема, как и мы ожидали, будет поджимать вкус европейской валюты. Ну и более серьезный фактор – это контраст политика. Европейский центральный банк, как вы помните, откладывает решение по росту процентных ставок. Но мы услышим и увидим его не скоро. А вот ФРС вчера поднял ставку. Поэтому на контрасте режимов можно поторговать, поспекулировать в расчете на то, что евро будет снижаться. Завтра у нас еще отчет по инфляции, который может усилить комментарии Драги в начале этой недели, о том, что базовая инфляция, рост базовой инфляции по-прежнему остается вялым. Доллар канадец 1.3040. Друзья, сейчас я думаю, что в основном восходящее движение валютной пары за последние часы было связано не с тем, что ФРС поднял процентные ставки, а немного ухудшился, опять же, в основном фоне по нафто. Потому что, как я уже отметил в начале брифинга, Министерство торговли США фактически обозначило своего рода конечный срок, когда Канаде нужно поторапливаться с предложениями, способными устроить администрацию американского президента. Трамп не хочет вести переговоры с Трюдо, потому что считает, что позиция Канады по-прежнему предполагает позицию невозможности каких-либо послаблений и уступок. Не знаю, в конце концов, к чему это придет в моменте, но хочется верить, что соглашение будет достигнуто. Собственно, прогресс по нафто – это очень серьезный катализатор для движения канадской валюты. Кстати говоря, до конца этой недели, друзья, у нас еще отчет по темпам экономического роста по ВВП. Он выйдет завтра тоже. Мощный драйвер, как минимум пунктов 100 канадская валюта должна быть сделана на этом отчете. Но в любом случае хорошая статистика, она может быть использована для Банка Канады, чтобы обозначить более ранние сроки следующего повышения процентной ставки. Не будем забегать вперед. У нас сегодня с вами пресс-конференция господина Полоза. Послушаем, стоит ли нам сейчас ориентироваться на перспективы изменения процентных ставок. Либо нам нужно будет сфокусироваться на нафто, выбрать для себя какую-то позицию и продолжать в нее верить. Я для себя позицию выбрал. Это позиция позитива и скорого достижения соглашения. Собственно, перебеждать меня, пожалуй, бесполезно. Наверное, так же, как и многих из вас, если вы выбираете какую-то цель для себя. По доллару канадцу я жду все-таки возвращение пары ниже отметки 1.30, а о долгосрочных рейтингах я говорил уже не раз. Новозеландец ставку на прежнем уровне оставили 1.75%. Да и в целом, друзья, по каким-то сопроводительным заявлениям ничего не могу сказать, потому что ничего интересного. То же самое устал уже повторять. Курс Новозеландца вяло отреагировал на этот отсчет. Мы находимся сейчас на отметке 0.6652. До нашей цели, как и срочность 150 пунктов. 0.68 ориентир по-прежнему выдерживается. По австралийцу картина по целям также неизменна. По фунту 1.3145, опять же, рассчитывали мы на более динамичное движение британцев, собственно, так же, как и рисковых инструментов. Но реакция была, мягко говоря, сдержанной на итоги Федрезерва. Значит, эти активы сфокусируются на своем национальном фундаменте. По фунту это, собственно, Brexit и масса, куча плохих новостей. Ждем, собственно, британца против доллара ниже отметки 1.30. И ждем все-таки новых подробностей по тому, как идут переговоры. И есть ли основания, есть ли причины нам отказываться от идеи того, что Англия все же выпадет из состава ЕС без сохранения доступа к единому европейскому рынку. Я думаю, что оснований для этого нет. Друзья, на этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Хорошей вам торговой сессии. Увидимся завтра, как и всегда, в 9.30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания.